Наши замечательные друзья из Фанки Геймс приготовили для нас безумную лабораторию, которая должна порадовать вас, зарядить с самого начала дня хорошими позитивными эмоциями. И мы надеемся, что мы выполним все условия, которые нам поставит Фанки Геймс. Потому что вчера разминка была хорошая. Потому что кто победит, не будет пачкаться полностью, а кто проиграет, будет измазан весь. Надеюсь, не... Он сказал абсолютную правду. Это правда. Но у нас есть, если что, капюшон. Кто проиграет, будет абсолютно весь грязный. В чем пока неизвестно. Пока. И на волосы тоже попадет, Кирилл. У нас есть яйца. Как у вас с яйцами? У меня замечательно. У меня есть два яйца, и там я вижу... Ты убиренький. Вообще не убирный. Хорошо. Друзья из Фанки Геймс, кто у нас ведущий, мы вас зовем. А-а-а. А-а-а. Какой? Ведущий, подойди, пожалуйста. Да, ты сегодня невероятен. Ты сегодня красив, как никогда, мамочка моя. Ты не застегнул боди, банановая. Прошу прощения, застегни. Нужно снизу застегнуть славу. Это вентиляция. Застегну. А-а-а. Я понял, окей. А, да? Почему вентилируешь славу? Банановый член свой. Хорошо, Вячеслав. А, ребят, что-то я себя сегодня, блядь, пиздец как странно чувствую. То ли съел что-то не то, то ли побочка на прививку. Но это в целом не важно, ребят, потому что сегодня мы будем заниматься наукой. Сегодня к нам приехали сотрудники института НИИ-ХУА. Что в переводе? Научный институт... Научный... Короче, плохо, сейчас посмотрю. Научный исследовательский институт. Научный исследовательский институт хулиганства, угара и антисанитарии. Будем ставить эксперименты, там рофлить, устраивать вообще лютую грязюку. Сейчас надо представить. Встречайте, доцент кафедры прикладного залуповедения Вдарин Дмитрий Олегович. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте, коллега. Вы думаете, перепутали? Что со мной? Сейчас послушаем, сейчас решим. Дышите, не дышите, не могите. Отлично. У вас, знаете ли, категорический бананизм, коллега. Это, конечно, быстро пройдет, но я попросил бы вас не трогать себя в области паха и не запихивать в рот посторонние предметы. Договорились? Будет сложно. И буквально через пару часиков это пройдет. Будет сложно. Он просто это без бананизма делает, понимаете? Ну, бананизмом он молодой еще. Ему, думаю, можно. Коллеги, смотрите, сегодня мы приготовили для вас ряд экспериментов. И для того, чтобы начать, мы, как всегда, поделим вас на два противоборствующих лагеря. Ты пока можешь обратиться в человека обратно. Мы тебя благословляем. Это, уважаемый Хирмин, сейчас вскроет вас. Пожалуйста, Павел, избавка человека от бананизма. Вылечите его, пожалуйста. Ну, а с вами, наверное, все очень просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и наш замечательный банан. Поэтому вас делим ровно пополам. Вы одна бригада. Отходи туда. А вы бригада двое. Подождите, у меня еще один вопрос. Да, это вам. Это вам, команда. Мы не могли бы вы чуть пройти вперед. У меня вопрос к этому, а вы сейчас тоже болеете? Я думаю, да. Обратите внимание, что у нас кто это? Я даже не знаю, кто это. Сколько ему на вид лет скажешь? Доктор, вы профессионал, блядь. Я вылечился. Вы сказали, два часа. Ну, там Павел, он не таких лечил. Это ваш друг. Хуй его знает, что за яйцо, блядь. Его только сегодня увидели. А, вы только сегодня его нашли. На улице подобрали. Ладно, смотрите, все очень просто. Раз, два, три, четыре. Бомж-хантик. А за что так? Слушай, ну, повезло, человек. Иди в свою команду. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, собственно, вот этими командами мы сегодня будем состязаться друг с другом. И мы для вас подготовили специальную вещь. А кто у них пятый? Так как сегодня над вами мы ставим эксперименты. Это ваш краш-тестовский эксперимент. Вы можете обклеить себя этими наклейками. Это вы теперь обучите испытательными манекенами. На вас мы будем испытывать разные научные и псевдонаучные опыты. По опыту положено обклеить себя наклейками краш-тестов. Если вдруг нас смотрят дети, не повторяйте это дома. А, на соски. Нет, дети на соски. Ну, конечно. Вы можете обклеить куда угодно, куда вам больше всего нравится. На спину, на... Это вот на рот. Эту зону мы испытываем первую? На спину лучше, давай, я помогу. Так, если что, это практически мишени. Обклеивайте команду, обклеивайте своих сокоманников. Куда угодно. Голова, уши, колени. Мы только-только избавили человека от банана виденья. А у него на заднице уже испытательный эксперимент. Давайте только не упрекайтесь. Понимаете, коллеги, опыты на животных у нас запретили. Мы решили ставить опыты на стримеры. Тут могла быть шутка. Должна быть шутка, но давайте не усугубляй ситуацию. Надо было за один клятую руку лечь. Ну да, а что еще закрыто? Спасибо, что закрыли вот так. Да сними пока капюшон, он пока тебе не нужен. Я понимаю, что тебе очень идет. Супер. Ну что, мне кажется, мы полностью защищаем. Да, и можно прям испытывать Ладу Гранту. Приблизительно так же они испытывают на Манегена. Итак, коллеги, пожалуйста, разойдите пока вы в одну сторону. Чтобы подальше, я буду вызывать нужное количество людей на центр для первого эксперимента. Договорились. Все обклеились. Полностью. Супер. Эти цепь на мне, эти цепь так. Эти суки. Отзаритесь. Это не вас. Она так поется. Что, Студин? А нам уже нужно надевать капюшона? Нет, пока не нужно, капюшон вам пригодится в финале. Потому что команда, которая сегодня проиграет, будет участвовать в эксперименте, который называется «Туман войны» или «Крем-пай». Серьезно? Услышал знакомое слово. Ты каждый раз реагируешь на определенные слова. Практически хэштеги. Это связанная с наукой. Нет, это связанная с наукой. Итак, коллеги, первый эксперимент называется очень просто. Это кухонные игры, которые называются «60 секунд». Будьте добры, чуть-чуть эскадра. Чуть-чуть эскадра. Вот эта вот площадь будет для состязаний. Для первого состязания каждый из команд выдвигает по одному человеку. Выбирайте, кто. Нужен человек с хорошей мимикой. Замечательная мимикой. У меня что делать? Присаживайтесь на стол. Крыжана, Валь, Вадим. Прямо присаживайтесь. Садитесь, садитесь. Просто хотелось попробовать. Нехорошо. Вы в защитных костюмах. Сегодня все можно. Очки, пожалуйста, снимите. Коллега, первый эксперимент называется «Система лоб-печенька». Вы поднимаете голову вверх. Вот так задираете. Поднимайте, поднимайте. Я кладу вам печеньку на лоб. Выше голову. Молодец. Я пока туда, потом. Да, конечно. Выше голову. И первый эксперимент. Мы засекаем ровно 60 секунд. На каждый эксперимент с кухонной утверю будет ровно 60 секунд. Если вы успеваете, вы получаете победное очко в свою команду и продвигаете себя к победе. Как только начнется время, прозвучит вот такой сигнал. Спасибо. И как только время закончится, прозвучит такой же сигнал. Отлично. Если вы успеваете за это время, вы победили, вы получаете балл. Если не успели, то селяви. Итак, первый эксперимент очень простой. Без помощи рук, одной мимикой, доставить печеньку с олба, соответственно, в ротовое отверстие. Итак, засекаем первые 60 секунд. Время пошло. Поехали. Дима, давай. Давай, давай, работай, ротика. Если у вас падает печенька, мы добавляем вам следующее. Потом даешь. Не суетись, как не суетись. Ты мимика именно работы. Сотри на него. О! Как вот так? Дергай, дергай, дергай. Волну пускай, волну пускай. Волну пускай. Волну пускай. Волну пускай. Голу вниз опускать. Опускай голову вниз. Еще. Скидывай на глаз. Он сразу на чок. Молодец, продолжал. О, давай, давай. Поверни, поверни голову. Активнее. Поверни голову. 30 секунд доставай. Давай, давай. Открой рот. Проходи, пошире. Сейчас, еще. Давай еще печеньку, быстро. Чихли, дам. Чихли, дам. Бля, я не могу. По-моему, его плохо. Бля, ребят, ну куда? А-а-а-а-а. Все. Хорош. И у нас есть первый победитель. А теперь, собственно, ты победитель. Да. Ты можешь придумать название своему инструкторскому испытательному бюро. Придумай название своей команды, чтобы я говорил, что победила команда. Испытательское бюро Кринж. Кринж. Команда Кринж. Подходит. Но ведь Кринжа нет. А, у тебя все хорошо? А вы есть. Я шутил. Смотри, ты можешь придумать название для своей команды. У вас счет становится 1-0. Пожалуйста, у нас точно будет. Хорошо, придумайте им название. Наказание. Совещание. А вы придумайте, соответственно, название для той команды. Пошли, попущаемся. Хорошо, допустим. Они нас лузерами назвали. Как? Лузеры. Лузеры. Уебки. Кринж. Нет, мы уже Кринж. Как Кринж вы. Не, не, стоп. Они придумывают вам название. А, бля. А, бля. А, бля. Хорошо. Уебки. Ну, ладно, пыталась. Пожалуйста, познакомиться, мы победители. Я нашу команду присылал. Ну, блин, у него морщины, у него, знаешь, задерживаются, у него легче передвигаться печеньки. Ну, они и так все справились без вас. Отличное название. С этой стороны у нас исследовательское бюро под названием... Кринж. Нет, Кринж это они. Лузеры. Чуть-чуть по-другому. Ну, вообще, уебки. Да? Да. Лузер. Может, уебки? А мы Кринж. Нет, вы Лузеры, вы Кринж. Да. Хорошо принято, принимается. Пойдем дальше. Сотребуется с вас по одному ловкому человеку за стол с той стороны. Ну, это я. Заходи. Я думаю, что... С вас заходи. Я не очень ловко. Ну, насчет ловкости я бы, конечно, поспорил. Не ловко, блядь. Или этот ловкий человек, который ушел за стошника из команды, и ты тоже выбираешь одного помощника из команды. Какие качества требуются одного помощника, чтобы вообще понимал, что... Ловкость, ловкость, ребят, вы все слышали. Крикань. Какой ловкий. Куда ты? Он уже пришел с этой стороны. С той стороны. Пожарим. Хуя себе. Сверху упустили. А можно вот так вот сделать? Нет. У тебя прям четкий, понятный удар. Вот сделай для эксперимента один удар. Попробуй. Я тоже попробую. Он прям у кулаком. Чего ты мутишь? Нет, я сказал ловкий, они сильные. Я понял. Итак, смотрите, игра закончится. Ровно в тот момент, как только две ложки окажутся в первом, втором стакане, и у вас то же самое. То есть первое и второе. Две и так, чтобы они не улетали. У вас есть на это 60 секунд. Приготовили таймер. Сразу по стол заезжай. Камеры. Или сразу под стол хочешь лезть? Помочь водить. Ну, разберемся. Давай, давай. Чуть-чуть. Дай виду. Спасибо. Всем все видно. Камера, мотор, 60 секунд. Поехали. Хорош. Хорош, быстрый. Да ты помогай, мне будешь нахуй. С чем? Нормально, нормально. Слав, ты вторую было и делай. Сука. А, ну давай. Блин. Давай, все, норм. Мы уже видим. Бери кулаком. Ты с первого раза должен был, Слав. Давай. Слав, не так это работает. Блядь. Блядь. Ударь кулачком не сильно. Слав, подумай. Потом подкинешь меня, если она далеко улетит. Ты правней ставь. Слава. Слава. Давайте подкиньте меня. Пау-ва. 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 Хорош, брат. Итак, в следующей в очередной игре у нас тоже будут играть несколько участников, но пока мы поздравляем. Это что, бери свои, чтоб чужие боялись. Я кайтику давал. Итак, счет становится ровно 1-1. У нас пока ничья, мы переходим дальше. Следующее задание называется «Очень просто». Стакан за стаканом, по одному участнику, будьте добры. Давай кто-нибудь другой, кто еще не был. Леш или Пока. А, со стаканом отлично справляйтесь, видите. Алексей специалист по стаканам? У меня есть два мастера. Стакан, один человек. Как зовут? Кирюшка зовут. Извините, я вляпалась сейчас. Комиссар. Слушай, это очень простая стаканная игра. Любой человек, который бывает в баре, знает, как в ней играть. Как зовут? Диана. Тогда мы не того человека выбрали. Меня зовут Дина. Раз, два. Итак, смотрите, игра очень простая. На стакане написана первая буква имени участника. Вам нужно один стакан сюда, один стакан сюда. И так по одному стакан снова дойти до своего имени. Именно по одному? Да, чтобы появилось просто ваше имя. Если вы выхватываете сразу несколько стаканов, вы тут же автоматически проиграли. Игра очень быстро. Даже не за 60 секунд, а секунд за 10. Поставить. Мы следим внимательно на старт. Отвлекайте его. Внимание. Руки убрал от стаканов. Руки от стаканов. Концентрация. Убрал руки от стаканов. Пока. Поехали. Пока, пока, сидеть. По одному. По одному. Следим, следим. По одному. По одному. Хорошо. Еще. Еще. Давай, пока. Еще. Давай, давай. Все. Все. Нет, нет. Он быстрее. Штан быстрее. И ваша команда победила. Да. Да. А как вы видели? Быстрее? Да, точно. Точно. На двое секунд. Я, конечно, не крыс. У нас есть липлей? Просто я следующий шелестов убирать. Не надо смотреть. А давайте заново. Давайте заново. Если у вас так хорошо получается. Ну, бля, я не крысу, но мне кажется, что Дина тоже нормально сделала. Встань вот здесь и следи за командой соперников. Ты иди сюда и следи за командой соперников. Камера захватит. Отошли. Вот так норм? Сядь как зим. Норм? Следим за стаканами по одному. И следим за бухой сверху. На старт. Я не отпущу тебя. Я не отпущу. Отвлекайся. 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 Дина, отвлекайся. Дина, промахнись. Дина, промахнись. Хорошо, промахнулась. Умничка. Еще промахнись. Еще. Промахнись. Все. Победа. Два подряд. Хорошо. Вот теперь уверена. Чисто красит, но вы не боле в ротик. Два, один. Да, конечно, Алексей играл совершенно не с командой лузеров. А вы можете делать то же самое, но потом для Алексея. Итак, следующее задание. Здесь мне нужна будет помощь моих помощников, коллеги. Чуть-чуть назад. Да, конечно. Вынеси сюда. Ты не поглядывай. Командное задание или одиночное? Сейчас будет задание по одному человеку с хорошим вкусом. Брат, один не побеждает. Отошли назад, 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 назад. С хорошим вкусом. У меня плохой вкус. Извините. Итак, коллеги, по одному человеку оттуда, пожалуйста. Запахли чувствующий вкус. Давай, давай. Алексей, выходите. Тогда нельзя участвовать. У вас хороший вкус? Да, один давай. А можно покажать? Давайте его, его не жалко. Пойдем. Будет интереснее. У меня коронавирус. Нет, сточки на стоять. А ту сторону. Да, я пройду. Давайте, смотрите. Зачем ты посмотрел? Объясняю. Трубочки. Быстро говно скинуть можно? Конечно. Спасибо, я вот буквально. Потом доложишь. Не забудь анализы взять. Выведите, слава себе. Выпишите мне микрофон, я не хочу, чтобы... Смотрите, коллеги, все просто. Трубочки одноразовые, стаканчик каждый персонально для вас. Переживаем и не боимся. Здесь находятся разные ингредиенты. Вам нужно будет в любой последовательности по очереди угадывать ингредиенты. Пьете, если угадываете, команда получает балл. Не угадываете. Сорян, извините. Это нормальное? Что угодно жидкое. Надеюсь, там нет... А водой? Можно водой запить? Мне просто нельзя. Коллеги, приготовьте, пожалуйста, воду своему сокоманнику. Там же нет алкоголя. Там алкоголя нет, не переживайте. Итак, кто первый начинает? Вы, Алексей. Да. Так, ну как по одному? Первый эксперимент. Да, выбирай просто трубочку, пей и говори, что это. Назвать надо прям четко предмет, потому что там все написано. Зрители видят, вы нет. Ау. Итак, твой ответ, что это было? Вы выиграли, поздравляю. Нет, нет, подожди. Это шпроты? Да, молодец, это шпроты. Массовый спад шпрот. Отвратительно. Конечно. А, будь добр, пожалуйста, да, вытащи эту трубочку, ты ее как бы уже не... Кто попробовать хочет? Нет, нет, спасибо. Я сыт. Шпроты бомба, честно говоря. Убирай. Хорошо, Алексей, ход. Так, смотрите, есть тактика выигрывания в этом конкурсе. Рядом не могут стоять отвратительные вещи. Ничего ядовитого нету, обещаю, честно. Сейчас посмотрим. Алексей. Что, Лех, сперма? Скипай, Леша. Ну что, Леша, не знаю. Слишком много сахара в анализах. Леша, скипай. Леша, пора отвечать. Горчица. Молодец. Один-один, твой ход. Вытаскивай трубочку. Вытаскивай трубочку. Все, мы поможем, мы сделаем. Птица. Птица. Ну, перемолотая птица. Знаменитый коктейль. Следующий. Вот это. Розовое, потрясающее. Кетчуп. Молодец. Красава. Два-один, следующий ход. А ты, когда набираешь его весь рот, чтобы почувствовать не очень комфортно. А шашлык остался, Лех? Найф, там неизвестно, что. Все, не знаю. Алексей, ответ, пора. Хватит. А как Алексей сбивал? Нет, нет, нет. Там видно, что непонятно. Не знаю, похоже тоже на кетчуп, но... Нет. А все же уже неправильно ответил? Да, неправильно ответил. Ну, давай последний прям ответ, четкий ответ. Дай вот это. Возможно, нет, не надо вот этого, без него. Четкий ответ. А можно смотреть, как можно? Не знаю, соевый соус. Молодец, абсолютно правильно. О, флес. Кунишуа вам, Алексей. Следующий. Прошу. Досталось сложное. Ваши восточные зрители оценят. Это прям подсказка. Вот сложная штука. А есть нормальное что-то? Да, да, все, да, все нормальное, все живое. Ну, это кисломолочное, это кумыс какой-нибудь? Ну, почти. Давай так, вспомнишь на букву А продукта? Нет. Если не вспомнить, не засчитаю. Так он уже подсказал на букву А. Я подсказал на букву А. А ты неправильно ответил, тебе дали в тоже раз. Я предположил, я говорю, это же не может быть кейс. Это кисломолочный напиток. Ну и вам все, дали подсказку. На А. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. А, я понял. Айран? Твой ответ? Ну, вот все знают. Айран? Я не знал, что такое Айран. Вот теперь ты узнал, что такое Айран, счет 2-2. Хорошо, Алексей. Вкусное что-то есть из этого? Обязательно. Правда? Конечно. Ты просто, тебе очень везет. И ты в этот момент взбодрил на сегодня трубочку. Там прям написано, очень вкусно. То есть зрителям сейчас видно все, да? Давай, давай, разначил. Ты можешь еще попить, попробовать? С утра это вообще хорошо заходит. Там что-то из магазинов приколов? Я всем чуть-чуть подсказываю, это нормально. Блин, она сладкая. Сахара много. Тоже кисломолочная. Нет. Давай без угадывания, просто называй, что это. Сложно тогда. Просто назови слово. Не знаю. Айран. Ты молодец, выучил новое слово. Мы считаем, что наша научная программа удалась. Не знаю, пусть это будет сок. Нет, неверно. Это напиток саяна, газировка, вполне себе принималась. Следующий. Что это? Ну, мы подписали, как моча единорога, потому что чего похожа на это? Это просто газировка. Просто газировка? Да, саяна. Газировка. Походу, вкус прошлого, который был такой, он смешался, и я еще ничего не понял. Счет, все еще 2-2. А газов там не было, что ли? Вообще непонятно. Ход. Поехали. Осталось 4 варианта, может, сейчас закончим ничью, и вы просто бесплатно напились гадости. Приятного аппетита. Не сосется, сука, блядь, там что-то ужасное. А ты прям сильнее. Я нормально сосу. Я нормально. Ты нормально, да? А что с первой звонила? Сосалась? Что ты думаешь? Деваш, потряхивайте. Ну, это правда, это съедованная штука, нормально все. Ты не знаешь, что это? Ну, что это? Понравилось. Ты серьезно? Это рассольник какой-то? Нет. Неправильно. Это борщ. Ого. Ну, почти, брат. Ебать. Черт, все, еще 2-2, у вас есть шанс. Ты молодец. Ладно, вкуснее делай. Зубная паста? Зубная паста? Ну, почти, добей. А, пополаскивать. Да. 2-3. Твой ход. Осталось всего 2. Леша, это нельзя глотать. Нет, нет, там безопасно. Мы специально проверили, без спирта, без схемоза. Леша, ты хочешь глотать не надо. Что ж такое счастливое ты и везучее? То есть там была вкусная вещь, в общем-то рядом. Что это? Что это, брат? Можешь плюнуть в стакан, у тебя сзади стаканы стоят. Сзади, в твой. Вон, стаканы. Только не смотри внутрь. Распробовал. Сзади стакан не нужен. Распробовал. Сейчас потянется снова пить. Мне было же допить, нам не жалко. Эх, хуй его знает. Какие варианты? Я вообще не представляю, что это. Это что-то очень кислое, блядь. Такое непонятное, уебищное. А у меня еще плохо запахи чувствую после короны. Тут очень важный комментарий сейчас. Спасибо, Леша. Ну что, есть ответ? 3, 2, 1. Соевый соус. Нет, соевый соус был. Ну, это жидкость из-под оливок. Из чего? Из-под оливок жидкость. А, блядь, я вау, как это? И давай, замыкающий ход 2-3. Вы уже победили, но давай уж добьем. Можешь допить весь стакан, это полезно. Тебе должен быть знаком этот вкус. А, ты уже вернешь? Спирта? Скорее, спирта. Да, это какой-то саванап. Нет, не саванап. Давай, быстро ответ. Полезно это, ты сказал? Да нет, конечно, 3, 2, 1. Готировку, ну не знаю. Швэпс. Энергетик. Это неправильно. Ну, аж команда с вами побеждают со счетом 2-3. Спасибо. Финал уносим. Алексей. И счет становится 3-1 в пользу команды лузеров. Вы не оправдываете свое название и начали выигрывать. Команда Криндж, соберитесь, пожалуйста. Пошли дальше, два человека. С ловкой шеей. Давай идем с тобой. Два человека с ловкой шеей. Нет, один от вас, один от вас. Два человека. С ловкой шеей? Что значит ловкой шеей? Ты так можешь делать? Я не маху, мне это я срал. А сейчас что-то делаю? Сыру. На диване? Присаживайся на стол. Давай с ловкой шеей. Одет против сына. Вообще неожиданно. Так, это тебе пока. За компьютером не дам играть будешь. Выиграешь, понял? После шести. Если выиграешь, он тебе все равно не разрешит. Это вам? Надевай. Марк, поддавайся, чтобы по жопе потом не... Вот, вот, я поэтому говорю. Задание очень простое. Зазвучит пакетик чая. Чай на пакетик. Чай на пакетик. Это я умею делать только... Да, ты умеешь это делать, но сейчас попробуем просто сделать это ловко и быстро. За шестьдесят секунд вам нужно движениями головы закинуть чайный пакетик себе на шкепку. Стоп. Это же очень легко, нет? Да, сейчас посмотрим. На старт. Внимание, поехали. Давай, Фан. Все? Нет, нет, на козырек. О, все, мы выдели. Да, козырек есть. Все. Да, все, спасибо. Вы бы сказали, что на козырек. Эй, я думал на кепку. Козырек сказали же. Я просто накинул и остановился. Икатик, ты уже знаешь, как это делать. Приготовились. Раз, два, три, поехали. Давай, квик. Давай, давай, квик, давай, давай. Закидывай, закидывай. Кидай давай, брат. Еще? Почти, почти. Да, да, чуть-чуть сбивается. Готово? Есть. Все, победа. Да, ну, это вообще нечестно. Счет становится 3-2 в козу команды Силища Узеров. Вообще, это нечестно. Следующее задание понадобится по одному ловкому человеку от каждой команды. Кто от вас, кто от вас. Катенька, иди. Ловкий, гибкий. Это вы, ну, да, ловкий, гибкий. А там что нужно будет делать? Смотрите, чуть-чуть назад, пожалуйста, за стол зайдите. Я тоже не гибкая. Сейчас зайдем, секунду. Ой, боже, вы... Нет, мне не того выбрали. В смысле, надо по-то полу что-то делать? А он, знаете, какой он гибкий? Садитесь. Катя, это ты. Да я не гибкая. Ты же занимаешься. Присаживайся. Я же занимаюсь спортом, а не гибкостью. Чего? Смотрите, следующее задание называется просто. Называется ковер-жопоход. Давай за стол зайдем. Вы сели на ковер, чуть назад отодвинулись. Ножки на ковер поставили. Боже. И, не-не, две ноги. Вот так, вот так она сделала. Она идеально. А что же снять? Да, хотите, снимите, хотите, нет. И фишка в том, что не касаясь земли, касаясь только ковра. А руками? Руками нельзя касаться земли. Нужно перемещаться вперед. По сути своей, перемещаешься, как гусеничка. Раз, два, раз, два, раз, два. И ползешь вперед. Да, ты поняла. Задача очень простая. Павел, будьте добры, будьте финишем. Это уже как бы эксперимент. Главное не заступать на землю. Павел, у нас финиш. Кто коснулся первым Пашу, тот, собственно, и победил. Я не могу больше места дать, потому что... А, я сейчас застраивала на плеенке, кстати. Ой, тут камера, осторожно. Да, очень нежно все. Готовы? Да. Итак, ковер-жопоход, первый заезд, 3-2-1, поехали. Как будто всю жизнь так делает. В смысле? Так и есть. Да, Паша, по-русски. Вы пока не поняли. В смысле? Подождите, а до финиш и конь в ту сторону. Тоснись, Паша. Давай, Канюха, давай, давай, давай. А, ну, подождите. А, все, я поняла. И счет становится 3-3, ничья. О, нельзя пол ногами касаться. В смысле, нельзя было. Подождите, сейчас я не сдамся. Мне просто нравится интереса. И я поехал на трансляцию дальше. Слушай, давай потом потренируемся. Если мы тебе вечером ковер отдадим. Можно подумать, а только так и перемещаться. Подождите, я... А, капец. Диван стоял. Причем в начале раунда. Мне после этого конкурса так плохо. Почему? Итак, команда. У нас финальное испытание. Коллеги, будьте добры, застрелите, пожалуйста, пол клеенкой. Застрелите. Бля-ля-ля-ля-ля. Это не к вам. Это к нашим. Застрелять. Да я могу помочь. Надо жюри подносить. У нас здесь не такие развлечения. Помог. Помог, спасибо. Если надо будет еще помочь, мы тебя позовем. Нам нужно от команды по одному человеку. Самые легкие люди от команды. Будьте добры. Легкие? Да. Ты сколько весишь? Самый легкий? Катя, сколько ты весишь? 50. Катя, походу, сегодня на 200. Давай, Катя. Серьезно? Ну давайте, ладно. Давай, Катя. А в чем суть? Ну иди, иди. Расскажу сейчас. Там вот, короче, булка. Бля, пять. Стоп, стоп, стоп. Ты самая легкая в команде? А, надо пробежаться по яйцам. Сейчас вам все расскажут. Как йог. Да, похоже, да. Это яйцебек будет называться. Что? Катя, не переживай. Здесь все абсолютно безобидно. По одному. Ну а как мне делать так, чтобы мы еще и выиграли? Смотрите, коллеги. Дин. А маленький ликбез. Яйцо-яйцо является, в принципе, самым прочным предметом. Поэтому выйди сюда. Согласен. Выйди сюда. Смотри, суть проста. Если берешь яйцо и сжимаешь его в ладони, ты никогда его не сломаешь вот так вот. И зажимай как можно сильнее. Дай лапку. Кладу. И так просто показывай эксперимент ногами. А ты что такое сильное? Попробуй еще раз. Попробуй еще раз. Это байк? Да. Это был отстой. Это был байк. Мне кажется, это сильное просто. Другой руку? Просто. Вы специально это и делали? Да. Я пробую. Нет. Ладно, все шутки шутками. Опять яйцо, нахуй. Смотрите. Я думал, панканусь. За д*** человек стоял вот здесь. Носочки можешь снять. Давай, Катя, мы в тебя верим. Да, спасибо. Подожди. А можно на сках? Нет. Надо ногами ходить. Надо пройти ногами, чтобы одно яйцо выдержало. Сейчас мы все расскажем. Смотрите, вы идете босиком по этому маршруту. Грубо говоря, нога сюда, нога сюда. Если вы будете четко распределять вес по яичной коробке, они не лопнут. Если вы наступите, то ничего не будет. Если вы начнете переступать с пятки на мысок, то яйца начнут лопаться. Суть очень простая. В любом ритме, как вам нравится, проходите по этому маршруту. У них разный вес. Это ничего страшного. Ну что ж, Павел, пускай худеет. А кто еще раз? Нет, а с нами может и взрослым мужчинам пройти. А не хочешь, что ты пройти? Мы экспериментировали. Мы все это проверяли для себя. Катя, стопа прямо. Стопа абсолютно плоская, прямо и не переваливается. Единственное, я попрошу еще вот человека, будьте любезны, помогите своему участнику. Человек! Ты убрать? Я думал, что вы просите яйца заедет. Он может собрать, чтобы сковородить. Не, 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 не на плечи. Так он полностью. Просто вот так вот руку вытяни, не опираясь на руку, чтобы просто он его не переваливал. И то же самое, одного помощника делаешь. Кто? Кто? Мы ее съедаем. А они не слушают вообще. Помоги, пожалуйста. Помоги. Выиграет та команда, у которых останется больше всего целых яиц по проходу. Но быстрее не надо, на скорость нет. А вот эти команды вам останутся. Горчица. Но на скорость не нужно, да? Скорость не важна. И так, приготовились. Давай, давай, Катюш. Поехали, нежно. Катюш, давай. Смотри, он уже получается у него. Давай. Хорош. И ты так же. Ну да. Упс. Давай, Катюш. А есть у нас целые, но просто вывалились. Это нормально? Вывалились нормально. Главное, не опнули. Хорош, хорош. Давай, давай, любимая. Ты самая легкая. Лёш, ты как будто всю жизнь наступал на яйца. Хорош. Он всю жизнь на яйцах. Хорош. У этого парня есть яйца. Ты нахуя. Катюша, давай. Крати, я попыталась поправить у меня. Надо собрать цены. Мы сейчас посчитаем побитые. Ты пушинка, ты облачко. Сколько разбитых? Я куда ногу перекладываю? У меня разбивается. У него три. И прилипает ещё. Хорош. Ты очень нежно относишься к яйцам. Что мы проиграли? Большой, богатый опыт. Так же, как у меня с чайным пакетик. Это на время или просто? Нет, мы сейчас считаем просто побитые. У этой команды три. Катя, соберись. Да у меня ещё прилипает я же личный журнал. Алексей, когда вы говорите, как будто соберись, это наоборот демотивирует. Значит, соберись, значит, так как будто ебать. Что ты за хуйню делаешь? Да, да, да. Соберись, бля. Ой, да ладно, ладно, ладно. Нет, у неё просто яйца к ногам перелепает. Уже видите, сколько там ровно. Ебать ты, блядь, этот журнал зернал. Итак, смотрим. А ты говоришь, ты тяжёлый был. Раз, два, три. Три яйца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, конечно же, я же яйцо разбирала. Он тоже так же делал. Итак, команда, отходим. Команда Кринж по итогам кухонных игр лидирует в нашей игре со счётом 4-3. Ведёте. А ножки можно вымыть? Кринж победит. Кринж победит. Кринжайте, да. А где ноги можно вымыть? А вот там тазики. Вот, блядь. А, для нас? Да, яйца. О, яйца. Блядь, там столько яичек. Они уйдут в фонд помощи людям. Итак, команда, следующее задание. Слав, побудешь маньяком чуть-чуть? Нет. Можно я? Она? Давай. Суть очень простая. Нужно разрубить сейчас арбуз ровно пополам. Это не задание, это просто подготовка к нему. Хотела анжелом. Я бы тоже. Задание называется «Фруктовый ниндзя». Мы пока начнем с подготовки. Подготовка очень простая. Смотри, у меня просьба огромная. Хлестечек, ручку в него. Да, надо, чтобы не улетело в ребят. Это настоящий мачете? Это настоящий. Более чем. А, ребят, вы исходите, смотри, вы спиной камень. О, такой тяжелый. Так, мы отошли. А как мы поймем, кто ближе разрубил пополам? Нет, подожди, это не задание, это подготовка. А мне сказали с другой стороны обойти? Да, обойти с другой стороны, так тебя будет видно. Смотри, вот так. Ровно? Пополам. А если не ровно будет? Ну, значит, задание отменяется. Просто классно разрежем арбуз. В первую очередь безопасно. Да, конечно же. Итак, «Фруктовый ниндзя» думали один. Второго дубля нет, арбуза нет второго. Серьезно? Да, с одного дубля должны снять. А как я так облуду? У нас вонвай. Руби. Всегда хотела это сделать. Осторожно. Стоп. Да нет, с таким замахом. Дорезай. Идеально. Идеально. Итак, команда, смотрите, следующее задание называется «Фруктовый ниндзя» и нужно два человека. В феврале. От вас... Арбуз так себе, естественно, не сезон. От вас один человек. Я, я. Меткий. И от вас один человек. Меткий. За счет метки, если там... Давай, аим хороший, блядь. Да, давай, траваичек. Аим хороший, блядь. Тебе нужно ложка показал своим. Смотрите, счет пока 4-3. Поэтому вам надо собраться и победить. Задание очень простое. У вас ставится арбуз. Вы стоите напротив него, берете карту пластиковую и вот таким образом втыкаете это в арбуз. А, смотри, есть два варианта. Это тебе. Вот, говорю. Это тебе. Это как гамбит, понял, за этих людей. Ну, то есть, да, если вы человек X и мечтаете им быть, можете еще вот так вот сделать, запустить. Если вы человек X... Ну, теперь, давайте, один человек сюда. Слава, будь добр. Погоди ты. Супермен. Да. Смотри, еще раз показывал. Либо вот так. Вот так и пальцем вот так. Запустили. Либо держишь карту вот так двумя пальцами. Вот за этот уголок. И из-под себя выкидываешь ее. Вот так. Можно протестить? А вы сейчас прям по команде будете тестить суппай. Она в него стороны еще началась. Вот так. Вот ее перерубил пополам. Ну, я попробую так и так. Я попробую так и так. Так, мы отошли, встали так, чтобы вам было удобно. Камеры видят. На старт. Слава, прицель. Внимание. Поехали. 60 секунд. О, хорош. Один. Славочка, давай, соберись, родной. Кто это забил, не видел, к сожалению. Кто попал? Я, я, я. Хорошо. Слава, прицель. Как не полетит, по-другому, как у тебя получалось. Да, вот так, давай. Просто прицель. Смотри, как кровать делал. Сука, Слава, права. Попробуй пальцем вот так вот делать. Слава, вот. Вот, посмотри, как он. О, нет, нет, не считается. Давай, чуть пониже, Вадимик, чуть пониже. У тебя получилось. Чуть пониже, посильнее. Да, сука, а заклейся уже, нахуй. 30 секунд, пониже, пониже, давай, сейчас получится. Пока ведет команда кринч. Посильнее. Да, сука. Левее, бери чуть-чуть. Одну попадаем, мы с вами. Чуть левее, бери, видишь? Чуть левее, в другую сторону немножко. Пониже, пониже. О, все. Слав, пойми, как воздух идет. Да, блядь, я. Давай, давай, давай. Пониже чуть-чуть, Слава. Слава, соберись. Слав. Ну, а то попасть и сравни. Не тропись. Не тропись лучше. 5, 4, 3, 2, 1. И побеждает команда кринч. А, блядь! И команда кринч поимела команду лозеров. Все, ок. Счет становится 5-3. Все, команда, мы пока покидаем эту локацию, переходим на следующую игру. А здесь все, надо убрать. Пошли. Команда, переходим. Аккуратно. Слышь, 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 команда, вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Все за мою спину. Да, да. Команда лозеров, команда кринч. Блядь, это сложно было. Сюда, 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 пока. Здорово, пацаны. Ничего пока не трогаем. Мы готовимся к следующей игре. Как мне не хочется трогать-то ничего? Это детские, да. Учебные, да. Чат, пятюнь, заряженный, в чат полетело, пока, ну что стоишь? А где камера? Так тебя слышно. Паш, реквизит, поможешь? Итак, смотрите, команда лозеры, команда кринч. Мы переходим к более глобальным испытаниям. Нужно по одному человеку. Ты? Да. А другой команде кто? Кто давно не участвовал у нас? Ты? Я? Да. Вот сюда. Пошлое лобби. Почему ты вечно вписываешься в самую жесть? Как ты умеешь так делать? Можно, красавчик? Сейчас я тебе все объясню. Смотрите, так как мы в нашей лаборатории выступаем за экологию, можете переобуться. Дмитрий. Это ваше. А ему пчелки нету, случайно? Это что такое? Это ваше. Это шлем? Мы сейчас будем играть в игру, которая называется «Собачья работа». Это цепной пёс. Пока еще не цепной, но сейчас сделаем. Короче, значит, вам надо членом собрать какашки. Это к Диме. Это к вам. Это к Диме. Это к вам. Это для полного набора. Это для погружения. Держи. Это наушник? Ну, держи твои. Это ошейничек. Оденьте, пожалуйста, своего участника. Ну, давай, надеем. Надеем, айдрюбей, что-то делать. Достигите, пожалуйста. На колени. Да, 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 да. Угу. Как пчелка может стать собачкой? Ну, ты так, я не затягиваю хоздика. Дай ему подышку. Ага, сейчас кладу. Привет. Берись в отца. Да? Уважаемые играющие, уважаемые, так сказать, собаки, буду обращаться к вам как есть. Вам нужно выбрать себе того человека, который будет вас вести на поводке. Кто поведет меня? Кто меня поведет? Кто мечтал, чтобы я был у вас собакой? Блин, ну поводки прям вообще прикольные. Ну, Катя? А где моя команда вообще? А вопрос, говно настоящее или нет? Нет. Я попробую не настоящее. Отлично. Значит, смотрите, это вам. Мы за стерильность. Одну перчатку? Ну, две, две. Вы что, планируете этих псов кастрируть? А что надо делать? Лежать не надо будет, надо лежать здесь, надо будет. Ползти. Сейчас расскажу. Прям ползти. Камани лучше убрать можно? Да, не помешает, не переживай. Все, я тебя переживаю. Смотрите, отошли на два шага назад, заготовились. А кто, значит, кто хозяин у тебя? Я. Ты хозяин, Леша? Окей, блин. Да. У вас очень красивая пара. Смотрите. Слав, это тебе. Ты у нас человек, который отвечает за экологию и чистоту. И поэтому дрессируешь свою собаку уметь собирать все, что остается после собак. Это тебе. Ты одеваешь очки и закрываешь полностью обзор. Встаешь на четвереньке и по команде Слава. Слава будет тебя проводить между ловушками на четвереньках, чтобы собрать все в пакет. Ты, соответственно, собираешь все в пакет, он тебе помогает. У тебя то же самое. Очки тебе. А это очки... Вы за экологию держи. А он собирает и дает тебе в пакетиках. Он ничего не видит, он слепой в этот момент. Итак, участники, будьте добры, на четвереньки приземлились. Стойте. У вас наколенники есть для этого специально. Сейчас мы... Я в носках, мне не разъебет пальцы? Нет. Это нормально. Извините. Так, закрыли обзор. Собаки готовы, собаки присели. На пол. К ноге, блядь. Стоп, 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 приготовились. Итак, смотрите, собаки, собаки ничего не говорят. Собаки молчат. И собаки слушают своих хозяев. Вы говорите им, куда ставить левую руку, правую руку, вперед, назад, осторожнее, неосторожнее. Суть в том, что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, какуль, три, ваши, три, ваши. На пол. Итак, кто первый собрал в пакет, тот и победил. Хозяева, Слава, Слава, чужие мы не собираем, это не в нашем вкусе. А как понять, где чужая, где своя? А тебе Слава расскажет. Ваши вот. Слав, ты понял? Ваши вот. Да. И самое главное. Я могу вот так. Мил, человек, дай, дай, правил, и мы начнем. Все, отлично. Смотрите, суть очень простая. Вы управляете полно собакой. Говорите вперед, назад, влево, вправо и прочее. Собаки молчат, но максимум гавкают. Собаки не разговаривают. Собаки не говорят. Что ты в сино, блядь? Верю. Итак, приготовились. Собаки молчат, хозяева разговаривают, остальные болеют. Левой рукой бери, это говно. Суй, суй в пакет. Ну, что, говно? Да, 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 попал. Хорош. Переступай подальше, левый. Левой подальше. Переступай через мышелок. Хорошо, Астана, ставь. Ставь каленочками. А, а коленки надо? Да, да, ползи, ползи. Ползи, ползи, хорошо. И сейчас левой рукой. Вот, стой, чуть назад. Вот, стоп, стоп, стоп. Сейчас, нет. Не помогай ему, сам убирает. Переноси, переноси. Браво, хороший пес. Иди дальше. Все, опускай. Так, кармай, все нормально. Чуть левее, чуть левее. Нет, Дима, левее. Это правая, левее. Левее, сюда. Иди прямо, иди прямо, Лех. Левее. Сюда? Чуть-чуть левее, левее. Это мышелок поставь, да. Поставь теперь вперед, да. Да, вперед. Еще поставь, поставь левую. И правую, стоп, и бери какашку. Да, надо, наткнулся на какашку. Молодец. И побеждает. Хороший песен. Хороший песен. Фу, 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 фу. Домой, домой, домой. И команда Кринжсоу побеждает в этом испытании со счетом 3-2. Тебе не больно было наступать? Нет. А наденешь маску и сейчас быстренько сфотканься? Переодеваем участников обратно. Сейчас мы быстренько в маске сфотканься. Одина сразу доминировает. Задем, блядь! Здравствуйте, какие мы могли давать подписать? А надень только маску. Вопросы? Да. Диэн, сейчас пишут, трахни ногу Димы. Ой, наоборот. Итак, уважаемые команды, команда Кринж ведет со счетом 5-3 и пока лидирует. Напоминаю о том, что команда, которая победит, будет унижать и доминировать над другой командой. Команда Кринж пока будет унижать команду лузеров. Поэтому чуть-чуть соберитесь, следующее испытание интеллектуальное. Выставите по одному, самому умному человеку. Это моя, это я, ребят. Извините, а за своим псом выставить, господь хочешь? Да, да, конечно, у вас есть пауза. А говно ты за своим засранцем не хочешь убрать? А? Теперь, да. Упашь фоткать. Говно за своим засранцем не хочешь убрать? У меня и упашь. Не надо пока. Присядь. Давай, давай. Ребята, что это? Ой, если ты побудешь здесь, походкаешь сейчас. Заредем. Ударил. Спасибо. Нет, это потому что мы будем поинтарить. А кто какашки? Слушай, тут уже два пакета нам принес. Слав, завязывай, правда, хороший. А может, теперь он наоборот? Слушай, они, по-моему, заигрались. Ребят, мы вас оставим на полчасика, дайте нам умного человека из команды. Ошеники оставим, все хорошо. Да, это ваши, оставляйте. Серьезно? Ошеник оставляйте, конечно. Да, можно оставить, правда? А нормально. Ибо сразу контент у Диды в голове, так что с ним можно сделать, блядь, сегодня ебу Диманову заняться. Ошеники. Блядь, он тебе так идет. Вы не хотите ему помочь? Уи-и-и. Ладно, все, давайте продолжаем дальше, время не будем терять. Команда лузеры, давайте одного человека от вас за панель. Это ваши лузеры. Кто-то хочет? Хочешь? Кто от вас? Хантик самый умный? Да, да. Я понял, что он делает. Очень надо. Брат, я вчера тебя тренировал как мог. Вань, Маркер есть? Я уже этого не видел. Паш, Маркер. Есть? Благодарю. Ну как, скорее всего, он с вами захотел, я просто уступил, может так сказать. Хантик, мы в тебя верим. А, не трогать? Все, пока не трогаю. Итак, следующее испытание называется «Шок-вопрос». Перед вами панель ответов на викторину. Как только я задаю вопрос, к вопросу будет представлено 4 варианта ответа. Соответственно, А, Б, С и Д. Как только вы понимаете, что вы готовы ответить на вопрос, она это дается буквально 5 секунд, вы кладете руку вот так вот, и наш компьютер дает правильный ответ. Вы об этом узнаете, поверьте мне. Я уже поняла, подозваниваю рубрики. А есть еще сложнее вопрос для людей? Конечно. Давайте начнем с чего-нибудь разминочного, простого. Вопрос из серии «Веб-Путин». Первая веб-камера в истории была установлена в Кембриджском университете. Установлена была на бытовом приборе, который пользуются многие из нас. Назовите этот прибор. А. Блендер. Б. Стиральная машина. С. Кофеварка. Д. Тостер. А можно повторить варианты? А. Блендер. Б. Стиральная машина. С. Кофеварка. И. Д. Тостер. Итак, кладем руки, зафиксировали одну руку. Быстро, быстро, быстро. Раз, два, три. О, блядь! И это неправильный ответ, правильный ответ – С. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. Как тебе было северное? Вообще-то было сильно. Поверьте мне, это безопасно. И это очень бодрит. И молодит кожу. Все будет прекрасно. Оставьте меня за место профи. Какое слово завершает высказывание легендарного Стива Джобса? Я не доверяю компьютеру, который не могу. А. Продать. Б. Усовершенствовать. С. Поднять. Д. Разобрать. Время. И. Опять неправильные ответы. Зато мы сразу видим, что ответ неправильный. Счет пока 0-0. А вы уверены, что не хотите сменить интеллектуальных участников? Не. Ладно, сами вписались. Сами работаем. Ощущения. Итак, в 2010 году Ласло Хеннич заказал обед, заплатив биткоинами. Вопрос. Какое блюдо купил Ласло? А. Бургер. Б. Пиццу. С. Хотдог. Д. Буррито. Поехали. Поставь первый, потому что я знаю. А мне похуй. А я знаю ответ. Раз, два, три. Один-один. Следующий вопрос. Где в древнем риме чаще всего можно было встретить это слово депозит? В здании сената, на кладбище, в бане, на стенах Колизея. Отвечаем. Кладем руки. Сейчас, секундочку. Зафиксировались. Ну, посмотрим. Раз, два, три. Правильный ответ Б. А он уже ничего. Он заземлился. Раз, заземлился. Это смешно. Итак, счет становится один, ноль. Следующий вопрос. Потому что я правильно ответила. Я попросил тысячи больше. Один правильно ответил. Следующий вопрос. Как в дореволюционной России назывался продавец, который в разнос торговал галантерейными товарами? А. Щепетильник. Б. Афоня. Ц. Егорка. Д. Лоточник. Какой еще раз вопрос? Как в дореволюционной России, давно это было, я буду уточнять, назывался продавец, торгующий в разнос с галантерейными товарами. А. Щепетильник. Б. Афоня. Ц. Егорка. Д. Лоточник. Кладем. Руки. Блин, ц, д, ц, д, ц. А. Раз, два, три. Ц, я все-таки. Ай. А. Я уже не хуяю. Вариант А. Вариант А. Вам чуть уменьшили, чтобы они сильно восстановили. Я могу посинее поставить, хотите? На максимальную. Я поставил. Я считаю, она посинее. Давайте. Значит, это ваши друзья. Дин, ты правильно ответили? Счет пока 1-0, неправильно ответили. У нас осталось всего три вопроса. Я окно. А может окно? Цветы какого из этих растений не голубого цвета? А. Лютик. Б. Незабудка. Ц. Василек. Д. Колокольчик. Время. Раз, два, три. Он специал? В смысле? Да. Лютик желтый. Да ну? Я в душе не буков цвета. Теперь. Какой цветок не голубого цвета? Лютик. Он желтый. Тогда вы получаете кладезь. Уверены? Не лютин, который желтый. Лютики желтые. Ладно, мы его это уточним. Пойдем дальше. Сон, счет пока 1-0. Ничего страшного. Из какого звака получают манную крупу? Что еще раз? Из какого звака получают манную крупу? А. Пшеница. Б. Рожь. Ц. Просо. Д. Ничмень. Ответы. Быстро кладем. Раз, два, три. Блин, меня вообще не бьет. Слушай, мне кажется, ты заэлектролизовался. Никакой реакции нет. А можно его сильно поставить, а мне нет? 2-0. Да, блин, вопрос сложный. Я вообще не понимаю нихуя. Может быть, сменим участник? Я же серьезный. Можно, в принципе. Я не хочу отвечать. Ты не сильно отрываешься пока. 2-0. И последний вопрос остался? Ему же все равно. Да, блин, сейчас мне ебнет как жестко. Клади. Я шучу. Так, ладно. Давайте последний вопрос. У нас 2-0. Что в свободное время мастерил химик Менделеев? А. Коврики. Б. Табуретки. С. Игрушки. Д. Чемоданы. Ответ. 3-2-1. Положили. Ты е-мое! Это уже интереснее. Итак, 2-1. Значит, 2 у вас, 1 у вас. И побеждает команда. Чемоданы. Да. Команда чемоданы. Вы побеждаете команда. Поздравьте, пожалуйста, его участников. Берите его с собой. Хватит бить током людей. Мы вам обязательно оставим эти панели на будущее. У меня, кстати, ни хуя не било вообще. А я загуглю, кстати. Вопрос, какой был желтый? Лютик. Лютик, правильно. Ну? А Люпин, он синий такой. Ну так Лютик, а мне засчитали как неправильный. Давай пока столб за ним. Потому что Дмитрий Ликс. Можем выдвинуться? Это Дмитрий Ликс организовываем. Осторожно, скамбит Дмитрий Ликс. Да, у него на хрене шоу. У него самые сложные вопросы на вывод, блядь. Это вообще кемиально. Причем вопрос, значит, составленный кемидральный ученым, блядь. Да куда он у меня в табрную тачку? Тебе надо, брат, надо повернуть чуть-чуть. Давайте покажу. Это фарза Horizon 4. Что такая графика хуевая? Консоль, поможет. Телевизор слишком большой, это пиксель. Это 4К. Итак, уважаемые участники. У нас небольшая пауза на настоящий эксперимент. Здесь вам не надо ничего делать. Вы не будете получать баллы просто ради кринжа и прочего всего. Пойдем со мной. Экспериментальная площадка. Ооо, мы не тех стримеров позвали. Коллеги, чуть-чуть назад, чтобы всем все было видно. И оператор обязательно пропустите оператора. Хорошая. Хорошая? Да, хорошая. Давайте, смотрите. Вот здесь в баллоне находится газ, который сильно тяжелее. Вводите. Сильно тяжелее воздуха. И поэтому сейчас мы вам продемонстрируем его работу. Сначала мы продемонстрируем его работу на физических показателях. Что поискать? Павел, будьте добры. Залезьте в ящик. Залезьте в ящик и там останетесь. Как это так? Пожалуйста, запустите газ. Здесь вот обычный кислород. Здесь обычный воздух. Сейчас открываем баллон и запускаем газ. Может, дверь открыть? Очень жарко. Сейчас тяжелый газ вымещает воздух. Закрываем. Достаточно. Давайте, смотрите. Так как газ сильно тяжелее воздуха, он сейчас находится внизу. И он никуда не выходит из аквариума. Будьте добры, Шланг. Пока уберите, коллега. Как доехать? Как это доказать? Все очень просто. Вот шарик обычный. Он не летает. Это не гелий с обычным воздухом. Мы берем его сюда. Ебать, левитация. Ну, то есть, там находится сейчас газ. И шарик плавает в нем, как в воде. А если хантика так посадить? Но! Теперь, давай, ты у нас любишь эксперименты же? Залезай головой в аквариум и вдохни. Чего? Нет, нет, он не падает. Вот он. Он держится просто на прямом уровне. Но когда я рукой млашу, я его выгоняю. Засовывай сюда голову, резко вдыхай и начинай петь. Глубже голову. Можешь? Здравствуйте, друзья! А что, какой-то странный голос у меня? Вот, так как газ тяжелее воздуха, получается вот такой эффект. И сейчас мы... Подожди, я сейчас все попробую. И сейчас мы с вами проведем эксперимент. Нам нужно несколько актеров, которые будут участвовать в театральной постановке. Здесь ваши персонажи, которые будут разговаривать разными голосами. У нас есть тяжелый газ или газ и есть гелий. Каждый персонаж получает, помимо своей маски, которую вам выручит мой коллега, свою роль. А у нас есть мышане. Тяжелый газ, грубый голос, пока не читай. Карточку просто держи ее вот так при себе, чтобы мы знали, кто ты и тебе масочку мышки. Будьте добры, помогите пока ему. Давайте так, девочки. Сестры, Зайцевы. Два Зайца, пожалуйста. Ну, вам, собственно, достается. Вам это одна роль на двоих. Можете построчно потом прочитать, пока не читаем. Истиной? Да. Медведик. Слава, будешь медведиком? А собака есть или что? Медведь. Есть, а она суха. Мы не знаем, не давай, ты медведик. С тобой решили, не читай пока текст, просто забери себе и маску. Дальше. У нас есть лисичка. Маска его. Порубь лисичка. Принимается. Не читай пока текст, просто приложи к себе. А лисички, а лисички. А, блядь. Подожгли звуну. А, у нас есть жирафик. Ляечки. Жирафик. Давай, я жирафик. Пригладывай, пока не смотри, что написано на тексте. И, наконец-таки, у нас есть последний персонаж, Насуха. Ухо? Насуха. А, я думал, ухо. Будешь Насухой? Так, мы с тобой. Я? Да, а что бы нет. Пока текст не читай, берем, закрываем. С тобой, Дина, ой, я тебя ловлю. Итак, одеваем маски. Да, одеваем маски и превращаем в своих персонажей. Здорово. Ебать у нас представление. Детский утренник. А меня. А вам очень идёт. Лёх, она с тобой будет фоткать. Блин, у тебя тоже, кстати, идёт. Смотри, он у меня... Ой, это Ватя. Ты перепутал направление носа. Это нос по утрам, блин. Ты не на нос, по-моему. Мне кажется, тебе вчера просто перевернулось. Это как мой анекдот. Уважаемый оператор, где нам мизансцену лучше выставить? Я прям к вам вращаюсь на прямую. У тебя есть чем дышать, Вадим? За рук вверх, рук. Вадим. Где вам их построить? Ну, просто, чтобы он летал, надо, чтобы он наоборот не... Вот так прям был. Супер. Итак, а мы начинаем распределять роли. Роли у вас уже есть, маски у вас есть. Теперь мы распределяем веселящие вещества. Первое вещество. Мышаня. Мышаня, тебе достаётся тяжёлый газ. Тяжёлый там. Потому что ты мышка, которая будет басить. Бери шарик, там есть клапан, его поворачиваешь, вдыхаешь. Чистый клапан, и никто ими не пользовался. Спокойно. Пока ничего с ним не делай. Дальше, следующий. Жирафик. Да. Получает гелий. Лёгкий? Пищащий. Мне кажется, жирафом не такой нужно. Нет, дальше. Сёстры Зайцевы, вам два шарика с олегазом. Тяжёлый, басистый голос. Вам очень пойдёт. Дайте, пожалуйста, два шарика. Мне кажется, мне и так тяжёлый. Будет ещё тяжелее. Лисичка. Где лисичка? Я за неё получил. Нет, где лисичка? Верните лису. На раздачу. Лисичка, тебе достаётся гелий. Забери, пожалуйста, свой шарик. Спасибо. Медведик. То же самое, гелий. Медведик. И носуха. Пожалуйста. Элегаз. Тяжёлый газ, пожалуйста. Элегаз. Коллеги, смотрите. Теперь, пожалуйста, мизансцена. Вас попрошу сделать так, чтобы вам всем было видно. Выстроитесь, пожалуйста, в ряд. Катюш, не сюда. Приготовьте карточку у себя на груди, пока не читаем. Мне надо задать вам некую мизансцену, в которой мы отыгрываем свои роли. И для этого мне понадобится ещё один персонаж от вас. Вот он, собственно, и идёт. Будь добр, подходи сюда. Ты что думал, ты сможешь избежать этого позора? Итак, у нас драматическая пьеса, которая называется «Свадьба Пиноккио». Это акустический эксперимент, который позволит нам отыграть детскую сценку. Это ты. Ты Пиноккио. Поздравляю тебя. Итак, драматическая пьеса в одном половом акте. Действующие лица и мизансцены, и экспозиция. Пиноккио. Дон Жуан. Дон Жуан. Патологический врун. Пользуется спрусом у женщин, потому что когда врет, у него растет нос. Блядь. Спасибо большое. Сегодня наш Пиноккио принимает участие в ток-шоу, которое называется «Мой ласковый и нежный зверь». Это шоу, в котором Пиноккио хочет найти свою любовь, и, собственно, вот эти вот звери участвуют в постановке. Победитель этого шоу, то есть тебе надо будет выбрать самого смешного и талантливого актера, который перед тобой стоят, то есть ты, по сути, судья этой игры. Не смотри на меня, я тебя умоляю, ты уместиться будешь, кошмар. Ни хуя. Ничего. Блядь. Так, оставьте, оставьте, зайцы, зайцы. Да, блядь, да хватит. Я понимаю, вам нравится его нос, это инстинкт, оставим. Значит, участники нашего сегодняшнего шоу «Мой ласковый и нежный зверь». А, будьте добры, откликайте, поднимайте руку. Мышаня. Жирафик. Я здесь. Сестры зайцевые. Я тут. Лисички. Лисичка. Присутствует. Медведик. На месте. Насуха. Тут. Итак, играем очень просто. Сейчас вы, когда до вас доходит очередь, я как ведущий буду представлять персонажа, а вы будете, собственно, вдыхать, открывая клапан максимально из этого шарика и читать тот текст, который написан для вашего персонажа. Там не много текстов, нет? Там буквально четыре строки. Зайцевые, вы читаете первую строку, вторую, третью и четвертую, чтобы вам синхронно это было. Давайте начнем, наверное, с самого простого. И первый участник нашего сегодняшнего шоу – это Мышаня. Мышаня, прошу, представьтесь, расскажите вкратце о себе и зачитайте свое послание. А что я делать-то должен? А ты должен выбрать того, кто тебе больше нравится по актерскому мастерству. Итак, Мышаня, вдыхай газ. Открывай клапан. Все, все, все прям. И читай свой текст. Поехали. Я Мышаня-малышаня. Я смотря на свой размер, я за щеку могу сунуть. Хоть морковку, хоть торшеру. А тебе, собственно, надо выбрать, кто тебе понравится дальше. Следующий у нас вызывается на сцену, будьте добры, Жирафик. Жирафик представит себя. Вдыхай. Там, да, там увидишь, там все просто. Не понял, блядь. Чего тебе нужно инженерное образование получать? А, все, вот так, да? Да, да. Давай. Давай. Ебать. Это выступает Жирафик, Пиноккио смотрит и оценивает. Поехали, читаем. Я Жирафик-чемпион, моя глотка глубока. Как-то там застрял питон, вынимали всем двором. Ну, вот, собственно, это следующее животное, которое пытается бороться за твою любовь. А мы идем дальше. Следующее у нас сестры Зайцевые. Вдыхайте прям полностью. Ты первую, я вторую. Нет, вы прям, да. Первую, вторую, третью, четвертую. Сейчас, подожди. Полностью вдыхайте, не бойтесь. До конца открывайте клапан. Давай. Мы пушистые сестрички. Ой, стройный язычок. И уменьшень. Давай заново, заново, давай еще раз. Мы пушистые сестрички. Мы отдых. Давай заново. Стоп. Скип, скип, скип. Пропустить. Давайте все вместе. Еще раз. Загоняйте с себя полные легкие. Можно, мы только в комплект дадим баллон. Вместе с цепью. Приготовились. Нина, тебе очень идет. Давай еще три. Давай, на раз, два, три. Вдыхаем. Плюс баллон. Поехали, читаем. Зайцы. Мы пушистые сестрички. Мы стройный язычок. И умеем веселиться. Уважаем тройничок. Кто это вообще? Ну и товарищ. Ты так потянуть его. Ты так потянуть его. Ты должна собирать дальше. Я надеюсь, тебе понравились. Сестрички. А следующий выступает лиса. Поехали. Я не спрашиваю. Полностью, полностью. Вдыхай. Вдыхай. Еще бы. Зайцы задом. Эй, а что, у меня изменилось что-то? Да, нет, стой. Сильнее отрой и полный, полный легкий. Выдохни и вдыхай полный легкий. Давай. Да я, нихуя себе въебала, блядь. Я лисичка, я газа. Я люблю дышить. Чего? Душить гусей? Душить гусей. Плохо я себя вела. Накажи меня скорее. Чего-то ничего не изменилось. Что-то ничего не поменялось. Ладно, следующий выступает медведик. Стой, подожди. Давайте лису попробуем. Почему я голос не поменялся? Может, не действует лиса? Возьми тяжелый газ. Мне уже легкого хватает. Нормально, я подержу карточку. Давай. Возьми тяжелый газ. Давай. Тяни, тяни. Тяни, тяни, тяни. Ладно, следующим у нас выступает медведь. Презентация медведя. Поехали. Медведик, только полностью, прям полные легкие. Выдохни все и вдыхай. Я не понимаю, как она. Там просто, да-да-да, там на конца, поверни. Больше, 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 больше. Читай. А меня зовут Потап. Я мохнат и косолап. Я намазан медом, и намазан медом я. От лба и до хвоста. Отлично. И последний выступает на сухо. Поехали. Ничего страшного. Ты справишься. Я на сухо. Я на сухо хоть куда. Поведаю медведь я. На свою силу без труда. Хоть туда и хоть сюда. Отлично. Ну что ж, уважаемый Пиноккио. Я соболезнуйте. Тебе надо кого-то из этого зверинца выбрать. Как ты с таким лицом стоишь? А у нее другого нет лица. Кого выбираешь? У меня с сестрой Зайцевой самые прикольные были. Да потому что она была прекрасна. Это Зайц из ада. Меня выберет. Носатый. Нет, ну вы правда крутые. Итак, команды. Перерыв, переодеваемся, снимаем все. Можно сделать пару фото и доснять видео, если хотите. Газ еще есть. У нас уже был понятный результат. Пойдем унижать другую команду. Пошли. Вот это я люблю. А то вы ебать. Кто вы? Не вы. Не мы выиграли, Слава. На хули. Итак, уважаемые друзья, команда победителей. Где вы? Мы здесь. Выстраивайте вот здесь по одну линейку. Ты прикольное дело. Ты вырос здесь. Нет, вот здесь. В линейку. Да все дадим, не переживай. Вот сюда поставить. Раз, два, три, четыре. Можно нас снять? Команда проигравших. Пожалуйста, петлички вам придется снять и закрыть себя полностью. А я победитель, я не хочу. Петлички что? Всем, да? Добрый гал. Да, снимаем петлички, прячем их, потому что сейчас можно их испачкать. Надеваем капюшон, снимаем шапки. Снять с другой команды. Нет. Смотрите, игра называется «Последняя». Вы сейчас будете побеждать своих соперников в игре, которая называется «Туман войны». Вам достаются вот эти замечательные пироженки, которыми вы можете залепить своих соперников. Они вкусные, кстати. Нет, они совсем невкусные. Каждому из вас достается по одному пирогу. Это тебе нежно. Я славе даю. Выбирайте себе любого человека, который вам больше всего нравится. А можно только из противоположной команды залепить? Да. Блин. Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин, сюда. Ну, спроси, Дим, я даю тебе свой бюро. Я разрешаю. А, петличку сними, пожалуйста. Сними петличку. Она сейчас тебе... Ну, сними ее вниз, под одежду прячем. Нет. Нет, кинуть тебя. Нет, нет, мы победили. Нет. Так, команда не победителей. Пожалуйста, встаньте вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. И... Да, от камеры подальше. Камеры мы обережем. Марк, давай я тогда тебе, ладно? Нет, я Марк. Нет, я Марк. Нет, я Марк. По закону жанра. Он сын и плохой сын. Ты плохая мать, и что? Ты плохая мать, получается. Итак, смотрите, команда. Игра называется очень просто. Она называется «Туман войны» или «Крем-пай». Почему «Туман войны»? Мы решили добавить вам финальный эксперимент. Для этого нам понадобится немного жидкого азота. Чуть меня не очень нравится. Ого. Слав, можете очки снять? А можно руку в жидкий азот посунуть? Да, кошечка. Я... Да, один раз. Один раз левую, один раз правую. На этом все закончится. Руки. Понял. Итак, смотрите. Сейчас мы в эту емкость нальем жидкий азот и проведем эксперимент по вызыванию массового тумана. Делается это все очень просто. Как только воздух поднимется, туман, вы можете... Туман чуть рассеялся, вы увидели соперника, тут же лепите ему перегон. Так, но не надо открывать, чтобы воздух был. Нет, ничего не надо, все сработает и так. Один нюанс. Уважаем операторы, берегите себя, пожалуйста. А вы, блядь? А вы, нет. Нет, нет. Не надо. Один раз левую, один раз правую, Алексей. А вы кого все выбрали? Это реально же. Я слава. А дышать можно? Я слава. Можно, можно. А кто кому лепит? Я слава. Смотрите, еще раз. Сейчас мы вызываем эксперимент, который называется «Большой взрыв». Ближе, ближе, походите, ближе. Он не опасный. Просто в него не надо залезать руками. Но все же. Как только туман рассеется, вы тут же лепите своего участника, который стоит перед вами. Ближе, ближе, ближе сюда. Ближе, ближе. Да. Вы видели? Да. Поверь мне, у меня не такой большой срок. Я отсидел за это. Приготовились. Раз. Это шутка. Два. И увидите, заверника кидайте в него пирог. Кидай меня. Снова отойти камеры. От камеры отойди. Доминируй и уезжай. Да блин. Да стой на месте. Да блин. Давай. Слава ты прыгал. Иди сюда. Все. Куда торт улетел? Слушай, ну вот это было идеальное попадание. Можно я с тобой даже снимусь на память? Извините. Ну что, друзья мои, на этом эксперименты наши сегодняшние подошли к концу. Друзья, вам сейчас принесут салфеточки. Это пена для бритья, она абсолютно не опасная. Слава, 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 у вас Поки куда-то убежит. Марк. Поки не включи. Слава, Поки нет у вас кого-то. А все, он уже расставил, он ушел здесь. Подставил, да? Да. Ну он один взрыв, да, это все. Ну что ж, коллеги, наша научно-исследовательская лаборатория прощается со всеми вами. Фанки Геймс говорит вам спасибо, до следующего раза. А пока моемся, переодеваемся и идем дальше. А где можно баллон взять? Мы дадим тебе не баллон, а шарик. Шарик, да. Да, мы тебе зарядимся шарикой дадим для съемок, я понял, вам для собак, для ошейников и прочее. Дожди, Катя, кто тебя прицепил? Спасибо. Что это? Это Марк был, я не хочу сказать, чтобы выключили. Я просто промахнулась, когда кидала в гаджет. А я могу снять шарик с этой штучки? Алексей, Алексей. Коля, где это пена, она не страшная. Пена, пощадить Катюшу, а вы злодей.